Но когда наши земли, которые на муниципальные деньги ремонтируются и делаются платно, это нас очень сильно автовладельцев оскорбляет. Это какое-то отношение такое, мы с вас возьмем деньги, а потом еще возьмем деньги. Так общественник Егор Фролов отзывается о решении Красноярской мэрии сделать все парковочные карманы на улице Красной Армии платными. Говорит, дорогу и без того реконструировали неудачно, а теперь, не спросив мнения горожан, добавят водителям новых проблем. Это же всегда возмущает жителей города Красноярска, когда и так в городе Красноярске мало парковочных мест, так у нас еще и делают их платными. За наши деньги ремонтируют эти дороги, за наши деньги устанавливают это оборудование, за наши же деньги с нас еще и собираются взять за стоянку на этих парковках. Не надо нам в администрации рассказывать о том, что улица Красной Армии таким образом разгрузится. Красная Армия никогда не была нагружена, она никогда не была ни одной основной магистралью. О планах сделать парковку возле Кванта и сквера имени Сурикова платной стало известно еще в августе. О решении вспомнили вновь к концу ремонтных работ, когда на стоянках появились специальные устройства-ограничители. Так, вскоре заплатить, чтобы припарковаться, придется на протяжении всей улицы Красной Армии от диктатуры пролетариата до Горького и на прилегающих улицах Обороны и переулки Ряузовский. Всего 149 платных мест. Бесплатными оставят 18 парковочных мест для людей с ограниченными возможностями, говорят в мэрии. И несмотря на возражения общественников, городские власти продолжают настаивать. Улица Красной Армии была перегружена, а платные парковки помогут исправить ситуацию. Если вы даже посмотрите на каком-нибудь дубльгисе или гугл-картах весенние фотографии этой улицы, она запаркована была до такой степени хаотично и небезопасно, что там вообще в принципе ни проехать, ни пройти было. Люди парковались в два, в три или на всех возможных тротуарах. Машины вставали и занимали парковочные места целый день. Большое количество людей, которые приезжали на улицу, им негде было парковаться. И в первую очередь это делается именно для того, чтобы обеспечить оборачиваемость парковочных мест в историческом центре города. Тарифы пока утверждаются, но по планам городских властей час парковки будет стоить не больше 30 рублей. Все деньги, говорят в мэрии, пойдут в городской бюджет. Красноярцы же во мнениях разделились. Одни водители платить за то, что раньше было бесплатным, не готовы. Другие не против раскошелиться, если это необходимо. Вот я приехал по работе сюда, в торговый центр «Квант». Мне негде поставить машину. А платить из собственного кармана за то, чтобы здесь оставить машину, ну я не готов. Рядом бесплатных альтернатив на текущий момент я не вижу. С учетом того, что сейчас перекроется еще для строительства метро часть города, а с темой парковки, соответственно, уже будет проблематично. В министерство спорта приезжаю, и здесь ремонт уже давно идет. Но хотелось бы, чтобы парковки были доступнее везде. Если мы будем платить за это деньги, и они будут намного лучше и доступнее, то я думаю, ну это хорошо. Ну я готов, как бы, да, заплатить. Ну, чтобы не увезли машину, заплатил, да пошел, походил. Всю жизнь было бесплатно, все было нормально. Сейчас все платно, и места нет. Ну, 30 рублей, как бы, оно терпимо, но все равно. Раньше всем хватало места, и все было нормально. Урбанисты же положительно отзываются о внедрении платных парковок в центре города. Говорят, такая мера уже показала свою жизнеспособность в крупных городах России и мира. Поэтому властям важно проявить политическую волю и потерпеть временные недовольства. Для крупных городов это международный тренд, международная практика, в котором придаются хорошей, эффективной с точки зрения разгрузки центра избыточной мобилизации и стимуляции использования способов перемещения. Скорее всего, автомобильное сообщество отреагирует, ну, радикальное автомобильное сообщество отреагирует таким образом, что, боже мой, нас лишает возможности запрещаться в городе. Хотя, опять же, на каком-то длительном промежутке времени, в том числе и автомобильное сообщество, почувствует плюсы от этого решения. Пока же реконструкция улицы Красной Армии, по проекту которой предусмотрены платные парковки, продолжается. Срок сдачи объекта 15 ноября. Когда парковка станет платной, в мэрии тем временем не уточняют. Нет даже ориентировочной даты. Поэтому пока оставить машину бесплатно все еще можно. Алена Кузнецова, Кирилл Иванов, Новости ТВК.